Служу России. Пилотная партия будущих призывников вернулась с пятидневных сборов по основам военной службы. По прилету молодые люди поделились впечатлениями о поездке на военную базу в Тульскую область. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Александр Штанько попробовал себя в роли командира взвода и выполнял соответствующие обязанности. Для ребят сборы стали полезным опытом. Там они научились оказывать первую медицинскую помощь, маршировать на плацу и в целом ощутили на себе реалии будущей службы в армии. Командиром первого взвода помогал нашему командиру. У нас командир болел, я его замещал и приходилось работать в два раза больше. Завершение военных учений стали командные соревнования, в которых участники сборов боролись за звание лучших. Добивались командной работы, командного духа, сражались против соперников, но все равно уважали соперников, потому что эти соперники были нашими друзьями. Ну, хоть и не выиграли, но все равно участие было хорошее. Пятидневные военные сборы прошли на военной базе «Авангард» в поселке Юдинке Тульской области. Я считаю, эти сборы сейчас должны быть обязательными, то есть сейчас это первопроходцы, они ездили по желанию, то есть я хочу, чтобы, лично я хочу, чтобы эти сборы были постоянными, обязательными для десятых классов, и они нужны для поднятия тонуса десятиклассников и понимания, что такое все-таки армия и как в ней служить и находиться. В течение пяти дней будущие призывники жили по строгому распорядку дня в казарме. Ребята из Ненецкого округа впервые выехали на подобные сборы. Для Тульской области, в свою очередь, также стало первым опытом принимать у себя ребят из другого региона. Они отметили, что дети отличаются в первую очередь своей воспитанностью, то есть они спокойные, они сидят, занимаются и не мешают преподавателям. И свои обязанности, которые у них были по роте, они их выполняли добросовестно. То есть о детях остались положительные впечатления у организаторов, и вчера буквально каждый из преподавателей позвал нас еще раз. Также отметим, что поездка молодых людей из Ненецкого округа в Тульскую область была организована при поддержке компании «Лукоил» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого автономного округа. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал «Север».